В 1853 году в древнем городе Неневии, столице Ассирийского государства, археологом ассирийского происхождения Хармуз Рассамом была открыта древняя библиотека. В данной библиотеке насчитывалось свыше 30 тысяч глиняных табличек с клинописным текстом. Большинство табличек было вывезено в Англию и сейчас находится в Британском музее. На данном слайде мы с вами видим стеллаж в Британском музее, на котором располагаются эти таблички. Клинописный текст на табличках изучается учеными и уже есть определенная информация о содержании этого текста, причем очень интересная. Как выяснилось, основание библиотеки состоялось по приказу ассирийского царя Ашур-Банепала. На данном слайде мы с вами видим самого царя Ашур-Банепала на охоте. Данная экспозиция была взята со стен дворца Ашур-Банепала, который находился в Ниневе. Ашур-Банепал был человек всесторонне развитый, умел читать, писать и отличался большим интересом к древним текстам и знаниям в целом. Ашур-Банепал отправлял многочисленных певцов в разные регионы своей страны, чтобы те изготавливали копии всех текстов, которые они встретят. Кроме того, Ашур-Банепал заказывал у всех крупных храмовых архивов копии текстов, которые затем пересылали ему в Ниневе. Иногда во время военных походов Ашур-Банепал удавалось захватить целые клинописные библиотеки, которые он также доставлял в свой дворец. Ашур-Банепал намеревался создать библиотеку, которая должна была исчерпывать все накопленные человечеством знания того времени. В найденной библиотеке имелись многочисленные списки литературно-эпических сказаний, таблички с молитвами, песнями, хозяйственными и административными записями, астрономическими и историческими трудами, записями политического характера, списками царей и поэтических текстов. А также, что очень интересно для нас с вами, в библиотеке находились правовые юридические документы. Другими словами, клинописные законы. Ашур-Банепал собрал клинописные законы практически из всех ближайших городов стран того времени. Информацию или данные из клинописных законов мы с вами будем рассматривать в дальнейшей серии видео на эту тему и сопоставлять с законом Моисея, чтобы понять культурно-исторический фонд того времени и чтобы более лучше понять смысл текста, который записан в Ветхом Завете Библии или в Танахе. Субтитры создавал DimaTorzok